Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Начнем выпуск с новостей на Сейшелах. Дима Дмитренко обещал своим коллегам устроить веселую вечеринку, но в самый последний момент отменил ее. Он просто обиделся на Андрея Чуева. Он назвал его вечеринку петушиной. Многие на острове замечают грубое и чересчур агрессивное поведение Саши Артемовой. Из ее уст льется большой поток оскорблений в сторону других участников. В связи с этим Артемова опубликовала в своем микроблоге пост и заявила, что ей нравится быть собой. И она не собирается быть такой, какой хотят ее видеть окружающие. На поляне одним из главных нововведений стало строительство дома. Участие в стройке дело добровольное. Трудяги получат за свою работу деньги в зависимости от количества отработанных дней. Девушки будут теперь заниматься сугубо женской работой, готовкой и уборкой. И еще одно новшество. Теперь новые пары должны в обязательном порядке пройти конфетно-букетный период. На него отводится неделя. И только после общения молодые люди смогут назвать себя парой и заселиться. Илья Яббаров обратился к своей дочери Владе. Владочка, я думаю, ты меня смотришь. Папа твой нормальный и адекватный человек. От тебя никогда не отказывался и не откажусь. Я всегда хотел с тобой наладить контакт, но мы с мамой не смогли найти общий язык. Так получилось. Костя Иванов и Саша Гозиас находятся в Калининграде. Они отмечают Новый год вместе. Ольга Бузова подвела итоги 16-го года. Этот год дал мне уникальный опыт, дал шанс проявиться всем лицемером и подлецам, чтобы я от них освободилась и расправила крылья в новую жизнь. А Дмитрий Тарасов после развода с Бузовой отметил это событие. Он опубликовал фото в компании друзей. Глеб Жемчугов тоже подвел итоги уходящего года. 2016 год уходи, ты для меня на всю жизнь теперь как страшный сон. Глеб радуется встрече с сыном и продолжает работу над своим альбомом. Лиана Устиненко отметила Новый год со своей большой семьей в Волгограде. Этот год полностью перевернул и изменил мою жизнь. Я теперь совсем другая я. Раньше я жила праздно для себя, теперь я живу ради семьи. Также 31 декабря Алиане исполнилось 23 года. Настя Алисова отметила Новый год в Шерегеше. Я кайфую от всего происходящего, пишет она. Тут реально круто. Николай Должанский снялся в одной из ролей в полнометражном художественном фильме «Пальто 2». Это уже его вторая роль в кино. Это фильм с детективным сюжетом, а он исполнил роль бывшего мужа героини. Первый фильм, в котором снимался Николай, назывался «Квадраты», и он будет номинироваться на Каннский кинофестиваль в категории «Дебютное кино». Женя Феофилактова отметила Новый год со своим сыном Даниэлем на Кипре. «Это был лучший Новый год в моей жизни», написала она. А жену Степана Менщикова Евгению незадолго до Нового года выписали из роддома с новорожденной дочкой. Бывший участник проекта Семен Фролов оказался в центре скандала. Его возлюбленная Анастасия Егорова обвинила его в рукоприкладстве. Они часто ссорились, то расходились, то снова начинали жить вместе. И вот Анастасия опубликовала в Инстаграм фото, которое шокировало ее подписчиков. Она показала следы избиения. «Такое я прощать не хочу», пишет она. Напомним, что минувшим летом Егорова хотела даже покончить с собой из-за того, что Семен вернулся на Дом-2. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТЭН. Субтитры подогнал «Симон»!